Добрый день, уважаемые участники Всероссийской Олимпиады школьников и биологии 2021-2022 учебного года. Я представляю вам разбор заданий практического тура регионального этапа 11 класса «Кабинет генетика и биология развития». Максимум за этот кабинет можно было получить 50 баллов. И вкратце напомню задание, не буду расписывать полностью, просто вкратце наполню. Итак, первое задание было оценено в 10 баллов, и вам были показаны фотографии УЗИ, снимок УЗИ беременной женщины. Вам необходимо было на аналогичном рисунке в листе ответов отметить, откуда следует получать материал при амниоцентезе, кордоцентезе и биопсии хориона. Соответственно, что такое амниоцентез, кордоцентез у вас было помечено. Ну и после этого вам было предложено в листе ответов несколько заболеваний, которые вам предлагалось показать, каким образом можно выяснить, какие это заболевания и как их выясняется. С помощью генетического анализа плода буква П обозначает с помощью генетического анализа родителей. Это буквой Р, и если это вообще не генетический анализ, буквой Н это в таблице обозначалось. Второе задание было оценено в 20 баллов. Здесь было рассказано про образование монозиготных и дизиготных близнецов. Было показано вам рисунки, значит, соответственно, близнецов. Вот они здесь пока, я вам их показываю тоже. Надо было пока объяснить, какой тип близнецов перед нами находится. Подписать указанные стрелками на рисунках структуры. Перечислить зародышевые листки, которые принимают участие в формировании этих самых структур. Перечислить в правильном порядке последовательные стадии развития, которые обозначены ниже. И указать общие для двух близнецов структуры. Рассчитайте коэффициент генетического родства. И между близнецами это была последняя часть этого задания. Задания, значит, были предложены следующие коды для заданий. И хочу вам сразу оговориться, что при оценивании этого задания, если вы писали полностью название, значит, если вы писали полностью название какого, ну, скажем так, структуры какой-то, я оценивал его совершенно равнозначно, как и сокращение. Задания номер 3 оценивалась в 12 баллов. Здесь рассказывается вам про нарушение числа хромосом, про анеуплоидии. И было рассказано о том, как выявляются различные нормальные или анеуплодные хромосомы анализируемого человека с помощью метода ПЦР и кривых амплификаций. Соответственно, были представлены 6 кривых амплификаций, две из которых они были представлены нормальные для мужчины, нормальные для женщины, а четыре под разными буквами показывали различные амплификации, которые требовали вашего определения, их показания в листе ответа. Также внизу были представлены разные типы хромосом половых, которые тоже требовали определенного введения в лист ответа. В задании это звучало. Я не буду даваться подробностей. Соответственно, у вас это все обозначено было в задании. Я думаю, все вы это помните. Итак, задание номер 4. Это была задача на расчет вероятности рождения плода с трисомией по 21-й хромосоме. И необходимо было привести, не просто указать вероятность, но и привести расчет вероятности с краткими пояснениями этого самого расчета, исходя из этой задачи. Это то, что касается самих заданий. Теперь перейдем к разбору заданий и к тому, как они были оценены членами жюри в соответствии с требованиями, в Центральной предметной методической комиссии по биологии. Итак, первое задание по заболеваниям и анализу при них. И задание на снимок УЗИ оценивалось 10 баллов. По одному баллу на клетку таблицы и стрелку на рисунке УЗИ. Соответственно, если мы посмотрим с вами на снимок УЗИ, то вот он перед нами. Ну, в общем, кто, наверное, догадался, здесь находятся два зародыша сразу в матке. И можно было, в принципе, на любом показать обозначение. Поэтому у вас здесь в качестве аталона написано «примерное положение стрелок», потому что могло по-другому располагаться. И многие из вас располагали эти стрелки по-другому. Итак, под буквой А находится амниотическая полость. Она же амнион, она же амниотическая жидкость. Некоторые даже писали полностью. Засчитана была в мною такой вариант. Это была черная область. Под буквой Б находится пуповина. Вот она соединяет плод с ланцеттой. В данной ситуации это будет здесь пуповина. И под буквой В находится хлорион. Он виден на УЗИ как белое пространство вокруг амниотической полости. Вот оно совершенно четко это заметно. По поводу заболеваний. Соответственно, при синдроме Дауна необходимо делать генетический анализ плода. Примуковистой дозе – генетический анализ родителей. Но допускается также ответ и родителей, и плода. Краснуха – это не генетический анализ. Синдром Клайнфельтера – только генетический анализ плода. Галактоземия – делается генетический анализ родителей. но и допускается в ответе через запятую генетический анализ плода. Гепатит B делается анализ негенетический и синдром Шерешевского-Тернера делается генетический анализ плода. Задание номер два. В сумме 20 баллов. По одному баллу за каждую клетку таблицы и коэффициент. Заранее оговорюсь, что здесь по требованиям Центральной методической комиссии по биологии в один балл оцениваются только верные и полные комбинации. А неполные или неверные, любые неполные и неверные оцениваются в ноль баллов. Обозначено в желтом. Хорошо это выделено. И, в общем-то, по-другому оценивать мы не имели права и не могли. Ну, по разным причинам, потому что, в общем, здесь в совпаде появление каких-то лишних элементов, оно показывает, как бы, по мнению членов методической комиссии, в общем-то, членов нашей комиссии, какой-то, в общем-то, недостаточность знаний ваших, а так как это Олимпиада, мы не имеем права здесь, как бы, идти на какие-то уступки такие серьезные. Если мы говорим про стадии развития, тут необходимый принципиальный порядок стадий их, в общем-то, перечисления. В некоторых случаях допускаются дополнительные ответы, например, в случае близнецов 3, это сиамские близнецы СБ, допускается вариант СБ, запятая МСБ, то есть понятно, что сиамские близнецы являются монозиготными и по-другому быть не может, поэтому, если здесь было бы через запятую два варианта, такие варианты отмечались во время проверки, то это правильный ответ. Если это будет через слэш, то понятно, что это уже неправильные варианты. Если здесь будет только МСБ, то это, как бы, не совсем правильно, потому что в вопросе были именно сиамские близнецы, и там это звучало, поэтому здесь необходимо их было указать. Если мы говорим в ответах в четвертом случае, либо МСБ, либо ДСБ, большинство людей отвечало, большинство участников ответило именно ДСБ, то это также оценивалось в ноль баллов, поскольку здесь должны были быть представлены оба варианта. Общие структуры для близнецов, они обозначены, к большому сожалению, в основной своей массе обозначали большее количество структур, нежели необходимо, очень немногие обозначали все как бы по делу. И стадии развития тоже большинство людей обозначало либо очень мало, либо очень много, и они не очень-то совпадали, это было не совсем справедливо. Ну вот, соответственно, дальше тоже название структуры, как правило, все назвали повину в нужном месте, все как правильно, а хорион и амнион как бы показали не совсем справедливо, из чего состоит, тоже было много разных вариантов, были правильные ответы, но их было немного. Ну и, наконец, коэффициент родства для монозиготных близнецов, он был предложен тоже для выявления в задании, для монозиготных близнецов он составляет, естественно, единицу или 100%, для дизиготных близнецов 0,5 или 50%. Оценивал я вариант в 50% или 100%, хотя он не прописан в методической комиссии, но в данной ситуации совершенно не критичная ситуация. Оценивал также, если написали, например, 1 и 1,5, и 1,2 дробью тоже было оценено как правильно для дизиготных близнецов. Все остальные варианты, они, естественно, были неправильными. Задание номер 3. В сумме за него давалось 12 баллов, по одному баллу за клетку таблицы. Здесь оценивались тоже только верные полные комбинации, представленные в ячейках таблицы. Никакие неполные, неверные комбинации, как в предыдущей таблице, оценивались в 0 баллов по требованию методической комиссии. По-другому быть не может. Соответственно, вот таким образом выглядят кариотипы соответствующих кривых амплификаций, которые вы должны были нарисовать. Так вот соответствуют им такие половые хромосомы. Там были рисунки половых хромосом, фотографии половых хромосом. И, наконец, такие синдромы соответствуют данному кариотипу. Ну, подробно, естественно, говорить не буду. Все написано. Вы вполне можете все это прочитать. И, наконец, последнее задание. Дается 8 баллов за расчет. Обратите внимание, когда будете сейчас прочитывать ответ. Я могу, пожалуйста, его прочитать сам. Но я думаю, что вы и так с этим справитесь. За что даются баллы? Итак, пример расчета. Пример расчета. Из 10 тысяч эмбрионов до рождения доживут 8 тысяч. Это значит, достаточно этого сказать, чтобы получить 1 балл. 2 тысячи погибнут. 1 балл. Сразу здесь я говорю, что в том случае, когда вы писали вполне очевидную вещь, что доживут до, не доживут до рождения 2 тысячи, как бы я по умолчанию ставил вам 2 балла, поскольку понятно, что вы по умолчанию понимаете, что 8 тысяч доживут. В том случае, если вы об этом говорили. В том числе родится 13 детей. Значит, 8 тысяч на 600 синдромом дауна – это опять 1 балл. В то время как среди 2 тысяч погибших будет 24 трисомика – это 2 балла. Таким образом, 13 плюс 24 – 37 трисомиков – 1 балл доживут до рождения. Ну и 13 девяна на 37 – получаем 0,35 – 35%. 2 балла за это получается. Ну, вообще здесь как бы не совсем 35. Не совсем ровно будет. Ну, здесь не критично, здесь я как бы этот момент не оценивал. То есть, может быть, другая точность округления, другое суммарное число. То есть, вы можете, вы могли здесь отвечать совершенно по-разному. И столкнулся с тем, что вы отвечали совершенно на другие числа. Вы брали за основу, например, не 10 тысяч эмбрионов, а 100 эмбрионов. Вы брали за основу, кто-то брал 30 тысяч эмбрионов. Все это было рассчитано, все это было учтено. Но смотрел исключительно на правильность логики, на правильность расчетов. Многие запутывались, многие отвечали правильно в конце, но расчеты были очень странные. Очень многие теряли разрядность и, к сожалению, к большому. Умножали, например, целых детей на долю единицы. Это не совсем корректно. Издам очень много было таких вот моментов. И это неправильный ход расчетов, даже в том случае, если правильно получался в итоге определенный процент. 36% должно быть правильно получиться. То же самое касалось округления до целых. Это требует задачи. Соответственно, вы должны были округлить до целых. И если вы 35,7% не округляли до 36%, соответственно, я также был вынужден вычитать один балл. Такие тоже варианты были. Хотя в целом с этим заданием справилось не так много народу. И, в общем-то, все 8 баллов за расчет никто не получил, к большому сожалению. Но, в общем-то, многие были близки и правильно пошли по расчету. Ну, в общем-то, немножечко где-то не справились. Где-то потеряли разрядность, где-то потеряли грамотность исчисления. У некоторых я вообще не очень понял, каким образом вы получили правильный ответ. Потому что расчеты совершенно к нему не приводили. Но, в общем, каким-то образом получили. И, к сожалению, расчеты не указали. Вот то, что необходимо было указать, оно не было указано. Поэтому оценить я не мог. Ну, вот второй вариант второго абзаца представлен. Это расчет частоты трисомиков в долях единицы. В общем, механизм абсолютно тот же самый. И самое главное здесь было, конечно, не потерять разрядность, исследовать определенные логики. Уверяю вас, что я не пытался оценивать все дословно и досконально, как требовалось. Поэтому я смотрел чисто на логику ваших размышлений. К сожалению, многие действительно запутались. И, естественно, числа в конце были совершенно другие. Но, в любом случае, некоторые ребята справились с этим заданием. Ну, в общем-то, на этом, наверное, все. И спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Надеюсь, что ваши результаты вас порадуют. Субтитры сделал DimaTorzok